Это строительный 3D-принтер, который позволяет возводить здание буквально за часы. А это роботы-укладчики, которые могут делать идеальную кирпичную кладку по заданным настройкам. Еще недавно эти технологии были только в фантазиях писателей и режиссеров. А сегодня это реальность. В этом видео мы расскажем об удивительных строительных технологиях, о которых раньше только писали или показывали фантастики, а сегодня их уже вовсю применяют на практике. В конце мы и вовсе расскажем о технологии, которая способна защитить человека от прямо направленного пламени газовой горелки, температура которого, к слову, более 600 градусов. Роботы-сварщики. Во многих произведениях часто описывались роботы, которые выполняют уйму разной работы. Конечно, все идеи фантастов воплотить в реальность не получилось. Но ты только посмотри на этот замечательный агрегат. Прямо сейчас используются специальные роботы-сварщики. Например, при создании автомобиля на производственной линии эти машины сваривают между собой детали кузова и делают это максимально точно и качественно. Еще один вариант, где используются такие роботы – создание ядерных реакторов. Известный факт, что при сварке специального защитного корпуса для активной зоны реактора используется не только человеческий труд, но и роботы. Все дело в том, что машина сразу видит недочеты в сварке и может их быстро исправить. Качество швов после работы робота на таком высоком уровне, что человек почти никогда не сможет их повторить. Кстати, в фильме «Железный человек 2» уже использовался робот-сварщик при создании специального реактора. А еще эти машины строили и чинили костюмы супергероя. Так что если вам покажется, что чья-то идея за грани фантастики, то вы можете глубоко ошибаться. И, возможно, что-то подобное уже разрабатывается или вовсе существует. Система «Умный дом». Система «Умного дома» также перед своим появлением часто описывалась фантастами в книгах и фильмах. В произведениях показывались все преимущества жизни с этой системой. Когда свет включается в той комнате, где находится человек, когда чайник сам включается, что раздвигаются и уйма других примочек. Стоит ли говорить о том, что подобные системы уже давно существуют на рынке строительных решений? Скипятить чайник для своего близкого, находясь в другой стране, легко. И для этого не потребуется устанавливать систему «Умного дома». Ведь такие чайники существуют уже сегодня отдельно. «Умный дом» не про базовые потребности, а про систему, которая полностью управляет всем, с чем вы взаимодействуете. Вы можете с легкостью настроить определенный порядок действий по нажатию одной кнопки или по голосовому управлению. Например, если вы скажете «Доброе утро», система поймет, что ей нужно поставить чайник кипятиться, отодвинуть шторы, дав свету попасть в комнаты, запустить кофемолку, включить бодрящую музыку, насыпать корм домашнему питомцу и еще миллион разных действий, которые вместо человека может делать автоматика. Конечно, подобные системы есть и для безопасности в доме. Датчики воды могут оповещать о потопе. Датчик угарного газа о пожаре. Датчики температуры помогут поддерживать комфортный климат в доме. И все эти вопросы может решить «Умный дом». Это ли не будущее? Но что по поводу цен? Конечно, сверхпродвинутые системы «Умного дома» стоят больших денег. Но на рынке давно присутствуют достаточно дешевые решения. Например, при помощи «Умных розеток» можно с легкостью управлять работой телевизора, чайника и любой другой бытовой техники. А «Умный цоколь для ламп» поможет по команде включать свет, не используя выключателей. Различные голосовые помощники могут выступать в качестве головного устройства системы. Да и делать полноценный ремонт для «Умного дома» не обязательно. Есть огромное количество решений, которые не нужно никуда встраивать. Подобные системы «Умного дома», как и замки с отпечатками пальцев, можно встраивать куда угодно. Производственно-строительная компания «ПО-система» предлагает уникальные решения в сфере модульных быстровозводимых зданий. По желанию заказчика можно сделать модуль любого типа – от обычного жилого до санитарного или модуля контрольно-пропускного пункта. А также размер здания определяет только заказчик. Более подробно про ПО-система вы можете узнать по ссылке в описании. Строительные 3D-принтеры Строительные 3D-принтеры используются для создания физических объектов по их цифровой модели. В научной фантастике 3D-принтеры часто используются для создания различных объектов или даже целых зданий. В реальности уже существуют строительные 3D-принтеры, которые могут использоваться для создания зданий или других объектов из различных материалов. Подобные принтеры могут использовать различные материалы, такие как пластик, металл или бетон. Одним из примеров строительного 3D-принтера является Episcore, который может создавать здания из бетона. Принтер использует цифровую модель здания, чтобы создать его физическую копию слой за слоем. Бетон заливается на платформу, а затем принтер перемещает платформу вверх, чтобы создать следующий слой. Другой пример строительного 3D-принтера – это FabLab, который использует пластик для создания объектов. Принтер может создавать детали для автомобилей, самолетов и других объектов. Подобные решения давно описаны в фантастических произведениях, когда здание возводится за пару дней при помощи специальных роботов. В наше время подобная идея нашла отклик. Удобство использования 3D-принтеров поняли еще на маленьких моделях из пластика, когда не требовалось бежать в магазин за нужной деталью для машинки, а все можно было распечатать дома. Когда о всех плюсах подобных принтеров узнали строительные инженеры, они начали думать, как применить эту технологию в их среде. Стоит отметить, что изобретение реально очень крутое и полезное. И мы надеемся, что в будущем подобных принтеров, которые будут печатать дома для всех нуждающихся, будет еще больше, а строительство станет максимально дешевым. Лазерные уровни и дальномер. Лазерные уровни стали неотъемлемой частью этапа строительства. Они позволяют добиться идеальной точности работы. По такому лазеру сразу видно любые отклонения в сторону, и мастер, который выполняет, например, отделку, может с легкостью исправить недочет. Стоит ли говорить, что подобные лазеры уже были описаны в играх и фильмах? Правда, работали они там иначе. В произведениях искусства они обычно выводили голограмму помещения, в котором находятся герои. Это позволяло им не пользоваться картами и сразу визуализировать то, где они находятся. В играх эти изобретения сильно помогали героям и спасали их в трудную минуту. Еще одна крутая идея использования лазера в играх и фильмах – дальномер. Часто в боевиках на оружии были специальные лазеры, которые показывали расстояние до цели. В наше время подобные лазерные линейки пользуются огромной популярностью. Правда, они не используются так, как это было в произведениях. В играх такие лазеры помогали точно определить расстояние до мишени и рассчитать с учетом этих данных, куда стрелять. В наше время такой лазер используется повсеместно в строительстве, где благодаря ему можно быстро и четко измерить, например, размеры комнаты. Вам не потребуется бегать с рулеткой или, о ужас, с линейкой мерить расстояние. Это ли не чудо? Роботы-укладчики Продолжая тему роботов, стоит уделить внимание такому направлению, как укладка кирпичей и фасадов. Автоматизация добралась и до этих работ. Такие роботы также были описаны в фильмах и книгах еще до своего появления в реальности. Подобные роботы упрощают работу строителей тем, что могут самостоятельно и, главное, ровно укладывать как фасадные кирпичи, так и межкомнатные перегородки и даже стены. Конечно, промышленных вариантов, которые за пару минут возведут целое здание, еще не изобрели. Такие роботы работают не особо быстрее человека, но у них масса других плюсов. Платить зарплату такому роботу не нужно. Потребуется только электричество. Робот с точностью выполняет установленные человеком настройки по работе и никогда не отклонится от них. В общем, плюсов очень много. И это еще одно доказательство, что фантазия людей часто помогает придумать что-то крутое и новое. Следующее изобретение вы точно видели в огромном количестве фильмов. Лазеры-резчики В фэнтезийных произведениях давно пользуются популярностью лазеры-убийцы или лазеры-резчики. Обычно супергерой, владея нужной технологией или способностью, с легкостью побеждает своих соперников при помощи таких лазеров, в секунду разрезая их пополам. В реальном мире подобные изобретения существуют и повсеместно используются. Лазерные резчики заняли почетное место в топе разработок для ЧПУ станков. ЧПУ – это такой инструмент, который программируется компьютером и позволяет в случае лазера вырезать нужную вам форму из почти любого материала с огромной точностью. Лазерные резчики решают проблему создания сложных и точных деталей. С их помощью можно легко разрезать лист металла и сделать это максимально быстро. Металлом тут не ограничиваются. Разрезать такой лазер может и другие материалы. А главное преимущество таких станков – их повсеместное использование. Подобные станки используются как в промышленных масштабах, так и в частных мастерских. Так что вы точно сможете изготовить нужную вам деталь в любом количестве. А дальше ты узнаешь об одном из самых амбициозных проектов, который точно будет использоваться в строительстве. Аэрогель Об этом материале слышно уже очень давно. Аэрогель произвел настоящий фурор. Небольшой, полупрозрачный и очень легкий кусок этого материала смог защитить человека от прямого, направленного пламени газовой горелки. Настоящий взрыв мозга. Но как это возможно? Все дело в строении аэрогеля. Это очень пористый полимерный материал, 90% объема которого занимает воздух. Это и обуславливает его чудесные свойства. Материал не горюч и почти не проводит тепло. А это значит, что его с легкостью можно будет использовать в утеплении зданий. Материал имеет очень низкую плотность, так что его вес также очень мал. А проводимость звука на уровне профессиональных решений для шумоизоляции. Подобный материал пригодится не только в строительстве, но и в очень большом количестве направлений. Например, его можно использовать в одежде, защищенной от огня, так как материал не проводит тепло и не горит. К слову, один грамм этого материала, уложенного в единую плоскость, способен перекрыть половину футбольного поля. О подобных чудо-материалах часто писали фантасты. В книгах и фильмах процесс их создания и внешний вид точно не описывался, но их характеристики поражали воображение. Именно это и натолкнуло ученых на мысль. А можно ли создать что-то похожее, что не будет проводить тепло, гореть, будет легким и прочным? Так и появился аэрогель. 1984. Существует одно антиутопическое произведение, которое с точностью описывает современную жизнь. Джордж Оруэлл в своей книге «1984», которая вышла в 1949 году, очень точно описал камеры видеонаблюдения, которые сегодня используются буквально везде в городе. В романе за людьми велось постоянное наблюдение. В наши дни это почти так и есть. В какое заведение не зайди, везде камеры. Они следят за вами, за тем, что вы делаете, за другими людьми и анализируют всю эту информацию. Естественно, все это сделано для безопасности. Но подобные вещи невольно наводят ужас. Подобное использование камер наводит на мысль, что все мы живем в тюрьме-паноптикум. Тюрьма-паноптикум – это такая камера, в которой вы никогда никого не увидите. Но при этом все всегда видят, что делаете вы. Никогда не задумывались, кто находится за камерой, расположенной в метро, и для чего за вами следят. К слову, первая в мире система видеонаблюдения появилась еще в 1969 году. Ее изобретатель Мари Ван Бриттен Браун. И она же получает на нее патент. Устройство состояло из четырех глазков и камеры, которые можно перемещать, чтобы просматривать любой из них. Камера передавала свои изображения на монитор. Светоблокирующий фасад. Последнее по списку изобретения, которое уже сейчас используется в строительстве, часто встречалось в фантастических книгах, фильмах и играх. В таких произведениях часто встречались кадры, когда персонаж, вставая с кровати или нажимал кнопку, или вообще ничего не делал, и окно, которое было в его комнате, автоматически становилось прозрачным и пропускало свет утреннего солнца. Подобный материал для стеклянного фасада разработали немецкие ученые. Суть изобретения заключается в создании светоблокирующего слоя для стекла. Правда, работает это изобретение не совсем так, как показано в фильмах и играх. Материал начинает работать и блокировать весь свет при нагреве, то есть при свете солнца. И наоборот, пропускает весь свет через себя при охлаждении, что обычно бывает ночью. Технология работает следующим образом. Светоблокирующий фасад состоит из специальных деталей, которые при нагревании остаются в своем стандартном расправленном положении. А когда материал охлаждается, детали начинают сворачиваться, увеличивая светопропускную способность. Конечно, такой материал очень полезен, но работает не совсем так, как задумано фантастами. Возможно, совсем в скором времени мы увидим более подходящую и легко настраиваемую технологию блокирования света. Сегодня вы услышали про изобретения из мира строительства, идеи которых были взяты из различных произведений. Спасибо за просмотр!